Всем привет! Фаза 7 Competent Concurve SnowRunner вступает в свои права, а вместе с ней к нам приходят два новых автомобиля. Это видео про один из них, Азов 4391 Sprinter, и видит вселенная, я такого не хотел. По традиции напомню, что при желании вы можете подписаться и оставить свой лайк. А начнем как обычно, с внешнего визуала. Мы бодры, веселы, мы бодры, веселы. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь подробнее о самом автомобиле в игре. Прообразом для него стал грузовик команды КАМАЗ Мастер, которая дебютировала в ралли-рейдах 17 июля 1988 года. С того самого момента она завоевала 19 первых мест в ралли-дакар. За годы участия в ралли эта команда использовала разные грузовики КАМАЗ в различной комплектации. Но все они имели индексы, начинающиеся либо с 49, либо впоследствии с 43. Название автомобиля в игре 4391 скорее всего соответствует последнему КАМАЗу 435091, но визуально модель имеет серьезные отличия. Поэтому достоверно сказать какой это конкретно КАМАЗ скорее всего нельзя. Но описать как-то общий прототип можно. Это спортивный грузовик класса Т4 массой 10-12 тонн с колесной формулой 4х4, баком до 1000 литров, оборудованный двигателем V8 и объемом в районе 17 литров на дизельном топливе с турбонадовым ресурсом в 30 тысяч километров, мощностью более 750 лошадиных сил, крутящим моментом более 2700 ньютон на метр в диапазоне оборотов от 1400 до 1600. Расход приблизительно литр на километр при скорости 120 км в час при полной загрузке и максимальной скоростью, которая ограничена в 160-65 км в час по правилам ралли-рейдов. Примерная длина, ширина, высота 7300 на 2500 на 3500. Вот такие очертания про образы автомобиля в игре. Теперь ближе к игре. В игре масса у вездехода 95-13, стоимость 82100 и бак на 350 литров. Постоянный полный привод с постоянно включенными блокировками. В наборе имеется 4 двигателя мощностями от 170 тысяч до 250 тысяч у двигателя Azov Sam 814, который можно найти на карте «Горящая мельница региона Теннесси». Остальные 3 являются стандартными. Автомобиль обладает только серийной подвеской, поэтому диаметр шин зафиксирован на отметке 47 дюймов. Имеется 6 наборов покрышек с разными коэффициентами трения, значение которых приведено в таблице. Автомобиль комплектуется 5 разными коробками передач, одна из которых спортивная, которая можно найти на карте «Горящая мельница региона Теннесси». Также имеется скоростная коробка передач, и тут я должен остановиться подробнее, так как не все знают, как работают коробки передач в Сноураннере. Все коробки передач имеют ряд характеристик. В основном это коэффициенты. Потребление при полном приводе. Коэффициент использования топлива при полном приводе. Порог критического повреждения и прочность. Взаимодействующие коэффициенты. Прочность показывает прочность коробки передач, а порог критического повреждения показывает, с какой доли повреждений включается повышенное потребление топлива, за который, в свою очередь, отвечает коэффициент множитель потребления топлива при повреждении. Также есть коэффициент, который показывает потребление топлива при нормальных условиях и коэффициент потребления топлива при бездействии. Стоит отметить, что для каждого автомобиля в игре, для каждой коробки передач, эти коэффициенты разные, и это стоит понимать. Здесь на примере скоростной и спортивных коробок передач можно сказать, что спортивная прочнее, при повреждении тратит меньше топлива, но сама по себе в спортивном режиме без повреждений расходует его больше. При бездействии эти коробки передач идентичны. Обратите на это внимание. Также спринтер может использовать весь спектр средних лебедок, длинные и короткие шноркели, также имеет модуль кузова в виде внутреннего места под припасы, в котором 150 ремкомплектов и 50 литров топлива. Автомобиль не имеет дополнительных эдонов и не может буксировать прицеп в жесткой связке, что вызывает странные ощущения в игре про перевозку грузов и логистику, делает невозможным его сравнение с другими вездеходами в прямом их назначении и обозначает его самого как исключительно раллийный автомобиль. А посему регион Теннесси – карта «Горящая мельница», естественное покрытие, магическим образом сложившееся в замкнутую траекторию, затерявшуюся где-то на карте. Большинство из тех, кто поучаствовал в вопросе по поводу названия, хотели бы назвать этот трек «Во дворе у сына маминой подруги». Именно это место позволит выяснить мне, какой Азов 4391 спринтер лучше и быстрее другого Азова 4391 спринтера в кросс-кантри тайм-триале. Все просто. Старт незадолго до линии старт-финиш. Все характеристики идентичны, кроме коробок передач, а их 5, значит 5 быстрых кругов. Победит сильнейший. Не вижу особого смысла в этом грузовике в игре. Даже в отличие от Горбай 4, который может быть использован как скаут, Азов бесполезен. И может быть использован только как just for fun участие в кроссплатформенных гонках между живыми участниками. Не откладывая в долгий ящик «поехали», а потом какие-то выводы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИТО И вот в итоге произошло революционное событие на треке, на котором есть достаточно длинные прямые и победил Азов оборудованный скоростной, а значит более длинной коробкой передач. Чуть-чуть отстал от него Азов со спортивной, ну и далее по списку вниз. Никто не мог предположить, что среди Азовых какой-то быстрее, да мало того, прогнозируемо быстрее. Все это, конечно, несерьезно. Хорошо, что игра адекватно откликается на настройки грузовика в определенных границах, но мы знали это и раньше. Вот сейчас мы узнали, что новая спортивная с шестью передачами на треке будет медленнее скоростной с восемью передачами. При большем расходе топлива. Что еще? Но самое главное, теперь в игре у нас есть грузовик, который не возит, не таскает, не грузит, а просто едет. В игре, в которой надо везти, грузить и тащить. Даже Арамацу Форестер где-то улыбается тихонечко. Если вы смотрели какие-то мои видео по ПТС 17.x, то вы знаете, что при всем уважении к спринтеру его нельзя назвать абсолютно быстрейшим вездеходом в игре. Но вот теперь он у нас есть. И возможно даже некоторые из нас воспользуются возможностью посоревноваться как-то с живыми людьми в кроссплатформенных гонках, когда эти кроссплатформенные гонки до нас доедут. Я как и прежде остаюсь при своем мнении. Грузовик красивый, может ехать вперед, может назад, может поворачивать. В игре, где более 90% времени надо либо по бездорожью медленно и аккуратно ползти, либо тащить, но тоже медленно и аккуратно, либо грузить, ну вы знаете. Такой грузовик бесполезен. Или говоря политкорректно, just for fun. И на этом у меня все о 43191. Всего хорошего и до встречи в новых видео.